Доброго времени суток, уважаемые подписчики канала Magicbox! С вами команда Magicbox по главе с Magic Device, Goho PSP и Bertie Smile и сейчас мы продемонстрируем вам геймплей игры Diablo 3, да, Reaper's Souls, сразу же с включенным дополнением и признание на PlayStation 4. Да, на самом деле она мало чем отличается, наверное, от версии для PlayStation 3. В плане графическом плане игра не сильна, я уверен, что от второй части она мало чем отличается, такая же двухмерная. Мы снова вместе, наша команда вместе, я ухожу на пенсию, не дают мне сказать вообще. В общем, видим, что, я не могу сказать, что игра отличается какой-то... Да ну, охеренно, красиво, ты че? Графика... Да хорош, на PlayStation 3, подождите, на PlayStation 3, блин, намного... Здесь, посмотри, какой колорит, посмотри, как классно, красиво. Нет, понятно, что в Diablo не может быть какой-то супер сверхъестественной графики. Не этим они славили свое время. Ну блин, да, но Diablo, она покоряет своим каким-то магическим шармом, да, своей такой способностью притянуть вас, чуть ли не приковать к креслу, да, или к стулу. Особенно если, кстати, не один, а с кем-то. И названием это название. Вообще, ребят, ребят, это игра всех времен и народу. Я помню, когда вышла Diablo 3, здесь, на Горбушкином дворе сделали акцию, ну как сказать, акцию здесь, сделали ночную торговлю. То есть, вы можете в интернете посмотреть, даже есть видео, фото, что люди... То есть, Горбушкин двор работал, определенные магазины, кто торгует, да, этими дисками, компьютерными, игровыми, они работали здесь в ночь, там, с десяти вечера, ажиотаж был, конечно, там, не помню, сколько, это неважно. Люди стояли, лил дождь проливной, была презентация, вот это первый день продаж Diablo 3, и люди стояли в дождь, огромную очередь, чтобы получить сам диск, предзаказы, подарки и так далее. Это лишний раз доказывает, что это действительно очень популярная игра, и на данный момент мы сейчас вам соизволим показать ее, как это выглядит на PlayStation 4, и уже не Diablo 3, а Diablo 3, так сказать, это не дополнение, это продолжение, правильно я сказал? Да. Нет, это полноценная третья часть, просто тут имеется с небольшим дополнением, которое добавляет один... Сначала вообще как Diablo 3, и у меня все-таки сам был... Да, четыре главы оригинальной игры, и одна глава. Ну что так могу сказать? Честно, игра очень-очень легкая. Я вспоминаю вторую часть, где... Первого же мясника нашла, да, 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 да. Первый мясник давал вам прикурить, прикурить. Не обращайте внимания, что мне так вот вешают такие дамаги, даже какие-то непонятные монстры первые. Не отвечаем. Потому что все дело в том, что в этой игре можно в любой момент изменить уровень сложности. Ну, в одну сторону. Ну, это на самом деле приятно. У нас здесь первое истязание. Да, я отыграл, сначала начал играть на Эксперте, когда боссы стали умирать за несколько секунд, я переключился на Мастер, и потом открылся все здания, а сейчас даже истязание 2. Я боюсь на него переключаться, потому что меня истязают на первом истязании, так скажем. Потому что я за всю игру умер один раз, а когда я переключился на истязание, меня тут первые монстры убивают. Володю можно понять, что истязание номер один, это ладно один, а если тебя еще и два раза, то это уже... Это совсем другая история. Это уже, как говорится, один раз не пидорас, а здесь два раза уже. Да, тут уже слишком серьезно, друзья. Ну, даже для РПД, да, вид у нас такой идет сверху, да. По-симметрически. Да, и все равно посмотрите, на PlayStation 4 очень прикольно сделаны вот эти неоновые вспышки, огни, и, что это значит, локализация. Да, полностью переведяем на русский визит. Ну и как это, конечно, было в предыдущих частях, и первой, второй части, я класс, наши любимые пираты переводили еще в свое время. Да, 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 да. Мы как раз перед тем, как снимать этот тест-драйв, с ребятами общались, поностальгировали, совершенно верно, вспомнили, кто на чем проходил, там, я на компьютере, там, Гашан, там, или это, Володя, на PlayStation 1, да. Ну, это первая часть. Первая часть, да, да, понятно, ностальгия именно с нее и началась. Конечно, на то время это было... Это было супер, действительно, переводили определенные конторы, и на компьютере, там, по-моему, вторая часть была на двух, или трех, или четырех дисках, вот. Пак был хороший, действительно, и все, я помню, дрожали, дрожали, Diablo, Diablo, и там, 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 и заставки, я помню, мульты, мульты. И третья часть в этом плане не отстает, тоже очень качественные, красивые заставки. Ну, только третья часть, Володя, в каком году сейчас вышла? Да, да, сколько лет, сколько лет. Ну, да. Тем временам, те мульты были просто супер. Ну, сейчас у нас там локализация, все это официально, а раньше... Это же вторая часть была, когда, там, начало, по-моему, когда какой-то монах или дед сидит в тюрьме, и там, в дьявол к нему приходит. Да, и тревожки, да, мы начинаем с твоей игру, и тогда еще у нас переводили до тех, там, которые, как и веры, и веры, и... А самое лучшее, фаргус. Да, да, во-во-во, фаргус, точно. Вот фаргус у меня был пак такой, там, еще, медаль золотая была, фаргус, рыбу нарисов. Наши, да, наши, конечно, заставки приводили. Не, было прикольно сделано. Так, ну, вот видите, меня тут немного замочили, и вот, кстати, отличие от предыдущих частей. Вам не нужно воскресать где-то и бежать за своим трупом. Вы можете воскреснуть в точке сохранения, вернуться в городе, либо сразу же воскреснуть на поле боя. Да, после этого найти свой труп и бежать за ним. Немного не очень, как бы, удобно, да? Ну, это не самый хардкорный, как это было раньше. Ну, то есть, я вот, как уже сказал, самый хардкор, это я вот сейчас испытываю, то есть, максимальный уровень в игре 70-й, я за первое прохождение уже... Умер там раз? Не, ну, все равно офигенно. Да. Просто офигенно. Уже 66-й, да, заработал. После того, как вы достигнете максимального уровня, вам откроются такие вещи, как совершенствование. Посмотрите, насколько меню богатое, да? Вы не будете качаться, у вас будет, как я понял, прокачиваться совершенствование. Я, к сожалению, не могу знать, что это такое, потому что я еще не дошел до этого. Блин, Иван, я так же хочу не ходить в зал, чтобы у меня прокачивались мышцы. Есть ваш спутник, которого немного можете приодеть. Вот ваш персонаж, как минимум инвентарь отличается. Довольно-таки, кстати, полный я бы искал. Ну, и вроде как, я, честно, не могу сказать, может быть, на PC он выглядит как больше ближе к оригиналу. А здесь же все-таки консольная версия, кстати, даже я так и не нашел, где у предмета прочность. Я искал, но так и не нашел. Ну, вот насколько я... Ну, и, соответственно, еще что хочу сказать. В отличие от предыдущих частей, где можно было персонажа очень сильно засрать, потому что просто-напросто не знали, что качать, какие параметры лучше, какие хуже. Заставить персонажа здесь нереально. Все качается самостоятельно. Ну, наверное, скажут все-таки нынешнее поколение геймеров, которые привыкли... Привыкли нажимать сикс для того, чтобы... Безлюбленные наши. С одной стороны, это удобство. С одной стороны, удобство. Я бы сказал, что деградация нынешняя. Мы к такому не привыкли. Я вспоминаю, Бахмана, еще в старом компьютере Скворум, который поедал маленькие дискетки. Заходишь туда, прокачиваешь, и потом уже выходишь. Или перед боссом каким-то. Блин, он тебя пять секунд убил. Блин, я же забыл прокачать. Ты уже возвращаешься на определенный момент назад, да, прокачал бойца, пошел. Так, ну, даже несмотря на то, что я делаю полмиллиона дамейджа, монстрам все равно как-то на моей дамейджи. Вообще немерено. Блоките, цикл. На каком уровне ты играешь? Поступнули. Это пятый акт, я так понял, где-то недалеко от последнего самого босса. Нет, я имею в виду уровень сложности. Истязание 1? Истязание 1. Ну, можно переключиться на... Нет, я про второй боюсь уже. Испытание, нет, на мастера. Не, ну, я не знаю, как выглядит на компьютере. Ну и вот, сейчас посмотрим, чем отличается игра на мастере. С одного удара почти 2-3 ударов. Нет, я чуть не могу понять, они особо и не изменились. Замага они на стужении. Они все просто имеют. О, ну да, как видим, они уже не так сильно у меня грызут. Эти штуки тоже сильно грызут, но не очень. Володь, знаешь, что... Так, потом смотрю, что еще покажем. На 5 секунд дайте мне хоть договорить мысль, а то все никак. Вот как раз ты стоял на этом меню, про которое я хотел сказать. Да, про прочность. Нет, не про прочность. Может быть, я не настолько любитель RPG, да, но Diablo в Африке Diablo. Но, исходя из первой и второй части, что я видел на компьютере, конечно, как выглядит даже в меню вот этот твой боец, да, воин, которого где-то идешь прокачка, его доспехи, все амуниции, все равно выглядит намного более современно, более адаптированно, можно так сказать, и даже красиво. Я не знаю, но мне, напомню, есть, что Ведьмак, когда мы сделали, когда мы сделали, что-то такое есть. Да, Ведьмак я помню, мы не уйтили. Кстати, на нашем канале можете посмотреть, да, там много эротических сцен. Слава Богу, не нашим с Бошей, а на Ведьмака с девчонками. Да, да, да. Вот. Так, ну, смотри, что у нас есть. Умения. Все умения в любой момент, в отличие от второй части, можно переключить. Это очень удобно, то есть, в какой-то момент можно переназначить ваше умение, соответственно, ваша атака здесь, как вы видели, мой герой метает молоты, фактически лучник такой, да, на самом деле это воин, который должен, по идее, рубить секирой, но мне просто понравилось, как он, можно вот назначить, к примеру, чтобы он кидал молнии, как заправский этот, ситх. Ну, то есть, главного героя не обидели всякими, да, возможностями, способностями. Да, они сделали, как бы, отвлечение в плане прокачки. Ну, да. То есть, с одной, ты можешь наоборот, другое. Вот, что мне вот не нравилось во второй части, это то, что я не могу свои вложенные очки обнулить как-то. То есть, переделать своего героя невозможно. Ну, это было стандартным сексом в прошлом игре, то есть, было такое время, когда игроку не давали права, что ты меня делаешь. Если ты сделал одно, то ты, будь добрый, следуешь. Гоша, но лишний раз не говорит ли это, что разработчики акцентрировали больше внимания на экшен, чем на RPG? Или, может быть, чтобы экшен был в этой легендарной RPG более доступной и удобной, да? Для многих, да, для большой массы лиц. Ну, а в целом, по большому счету, это та же Diablo. Тут есть кузнец, который может скувать вам различные... Какой кузнец? Кузнец нам не нужен. Оружие либо в броню. Здесь имеется также ювелир, который может инкрустировать ваши найденные... Кстати, максимальное тут аж 15-й уровень. Бриллианца, Гранд и Маркиз. Да, в этом нам уже более интересно. А, нет, 17-й уровень. То есть, как мы помним, во второй части их там было всего три, кажется, уровня. А здесь уже 17-й. А здесь 17-й уровней камней, которые самые мощные камни. Эволюция на лицо, друзья. Соответственно, можно как ставить в одежду, так и извлечь сразу же. Все стоит денег. Появилась именно в дополнении такой персонаж, как гадалка. То есть, она может наложить чары на ваши предметы. То есть, какие-то эти параметры можно... Можно либо изменить внешность, к примеру, поменять. Стать гадалкой, например. Либо наложить чары, то есть, выбрать какой-то, к примеру, 4% к урону. И можно посмотреть, что я могу из этих переделать. Соответственно... Мне это немножко отдаленно, на эту игру Dragon's Crown, где можно было перед каждым данженом, как бы, подойти в храм и помолиться. Либо за получение большего опыта, либо за какой-то дополнительный бонус. Ну, это отдаленно, конечно, это так маленькое сравнение. Я хочу сказать, после того, как наша команда MagicBox объединилась, посмотрите, насколько насыщеннее и полноценнее стали наши обзоры. Сразу пошли размышления, каждый вспоминает что-то одно, другое, третье. И это огромный плюс именно для пользователей, которые получают информацию не от одного человека или двух, а от целых трех. Опыт у нас очень большой в этом деле, поэтому есть чем поделиться. Так, ну что, коллеги, делаем дальше? Двигаемся или говорим до свидания и показываем еще что-то? Ну, наверное, в этой игре уже трудно что-то показать, потому что эта игра вышла два года назад, да? Она вышла, соответственно, ее уже и выпустили и на PlayStation 3, и на Xbox, как раз-таки она добралась тут и на PlayStation 4, на консоли нового поколения. И тут я сомневаюсь, что кто-то пропустил эту игру, найдутся такие люди, ну, всегда найдутся такие люди, типа меня, которые в третью часть так и не поиграли. Ну, я с удовольствием играю в третью часть, и она, честно, меня приковала прям к креслу, я практически с... Ну, ностальгия, правильно? Да, такая дикая ностальгия прошибает, я стою рано утром и играю до самой ночи. Уважаемые пользователи, вы просто не видите, а я вижу, я стою рядом, и действительно, Володя стоит сейчас с креслом сзади. Да, она прилипла ко мне. Ну, это все шутки, ребят, огромное спасибо, Гоша и Володя, за отличный тест-драйв, вам, уважаемые пользователи, за ваше внимание. С вами была команда... Спасибо, Вадиму, да, за то, что он старается с нами сюда. Спасибо. Радует нас из своей, мы юмор, мы свои вот это позитивное искрой. Мы все вместе, мы команда, спасибо огромное, ребят, спасибо огромное пользователям, без вас мы никуда, а вы без нас тоже никуда. Команда Magic Box продолжает свой обзор, не переключайтесь. Пока! Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok